О мой гоод! Давайте прямо сюда, сквозь смерчи! Всем хай! С вами Юджин и мы продолжаем с вами играть в Ауру Уайлдс, прекрасную космическую игру, где мы ведем с вами прекрасную космическую экспедицию, которую мы смотрим, но ничего пока не решаем. Сегодня мы будем осматривать как следует пучину гиганта. И может быть, я уверен, что скорее всего эта игра была построена таким образом. Ты, типа, все сначала посмотришь, и как только ты посмотришь все, ты сможешь начать связывать одно с другим. Потому что... Ой, показалось, игра зависла, пи-пи-пи. Потому что пока сейчас как-то нерешаемо, все вообще нерешаемо. Даже не понимаю, что нужно решить-то. У меня есть четкая задача это попасть на луну квантовую, но я не знаю как. Все еще пока не могу это решить. Мы исследовали с вами терновник. Вроде бы полностью, по крайней мере. Пока то, что смогли. Ибо там еще есть вот это место, где куча удильщиков было. И я не знаю, что с ними мутить. Их нельзя пройти, они сразу на тебя нападают. Поэтому мы пока оставим это место. Сейчас нам важна пучина гиганта. Опа. Тормози. Все, теперь строго вниз в пучина. Бульк! Медуза! Короче, эта медуза должна каким-то образом нас с вами защитить. Оп, все. Вынырнули. Ладушки. Нам нужно найти остров статуи. О мой год! Давайте прямо сюда, сквозь смерчи. Очень осторожно, очень осторожно. Они получаются только в одной точке этой планеты. Они не повсюду. Так, хорошо. Остров раз. И остров два. Мы не были ни на одном из этих островов. Давайте. Тихо, 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 тихо. Сели. Гуд. Видно сразу, что здесь были на мае. Так, это что? Это кнопка? Это не кнопка. Да, проектор здесь. Кажется, мы... Что, подобрать? Развернутый свиток. Мы можем его сюда вставить. Так. Касава. Вот и все. Мы закончили последний модуль орбитальной зондовой пушки и готовы отправить его на орбиту пучина гиганта. Касава. Теперь мы должны отправить Дерезу к орбитальной зондовой пушке, чтобы она установила систему отслеживания зондов. И также Касава. Хочу искренне поблагодарить всех на строительной базе за упорный труд. Несмотря на все неудачи, мы стали на шаг ближе к тому, что я уже и не надеялся сделать. А, это он. Касава, это он. Сидум. Я своего брата знаю. Гравилат, как и его супруга, наверняка захочет запустить зонд с максимальной силой. Я беспокоюсь, выдержит ли пушка? Сидум. Предлагаю сообщить Гравилату и Мальве заниженные показатели максимальной энергии, чтобы они не превысили настоящие. Сидум. Похоже, ты стареешь, дорогой. Нетипично слышат от тебя такие милые слова. Касава. Сидум. Если я стану хотя бы наполовину так же мил с вами, как Гравилат с Мальвой, пожалуйста, выстрелим мной из орбитальной зондовой пушки. Борт-журнал обновлен. Окей. Вот мы видим, здесь есть. О-о-о-о-о, нет. Тихо, тихо, тихо. Смотрите, что это значит. А, это стабилизаторы в случае, если мы выходим на орбиту, да. А, тут даже шторм, видите, нарисован смерч. Типа, в случае смерча встаем сюда. Окей. Мы тут. Сейчас мы под воду нырнем. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. Да, мы можем идти здесь. Этот труп прилип к стене. Ой, мы сейчас, по-моему, опять взлетим. Ладно, на благо я на этой мостике нахожусь. Сейчас как раз снова упадем. Под воду. Благо. А, я слетел с фигонца. Оп. О, смотрите, что это у нас такое. Черт, 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 не трогай меня. Касава, у меня плохие новости, Гравилат. Миля говорит, что возникла проблема с источником энергии. А потому мы не будем стрелять из орбитальной зондовой пушки. Гравилат, надеюсь, ты пытаешься вызвать мой смех, Касава. Касава, увы, нет. Миля не уверен, что у этой проблемы есть решение. Поэтому эксперимент с орбитальной зондовой пушкой придется приостановить. Касава, скажи Дерезе и Мальве, чтобы они вернулись с пушки. Мы с супругой пока побудем на строительной базе. Гравилат. Новые данные. Мы с Мальвой присоединимся к вам с Сидумом. Дереза отправилась к своему борту в Вереску. Брату, господи, Вереску. Она боится, что он будет винить себя. Опа. Мы сейчас, походу, налетим, да? Походу, мы сейчас налетим. Не, мы мимо прошли. Окей. Итак, 5 минут 57 секунд назад межпланетный зонд успешно запущен из орбитальной зондовой пушки. Тут что-то еще я вижу. 6 минут 2 секунды назад межпланетный зонд успешно запущен из орбитальной зондовой пушки. Ой, это так прикольно, когда игра ничего тебе не объясняет. Именно, знаете, нет такого. Чтобы сделать вот это, сделайте вот это. Или стрелочка, показывающая, куда нужно лететь. Нет, тут все по-серьезски. Как в реальной жизни. Странно. Че так я сильно ударился. Еще один камень. Пустотная сфера. Камень проекции. Нам надо его отнести. Это все на этой стороне? Походу, да. В таком случае возвращаемся на эту сторону обратно. И давайте камень проекции замутим. А где это мы? А где это мы? Мы здесь еще с вами ни разу не были. Но это что-то тоже связано с этой планетой. Видите эти смерчи? Хорошо. Берись. И, может быть, мы еще что-то можем прочитать. Касава. Паслен. Мы с Седумом поднимали детали орбитальной зондовой пушки на орбиту. Но одна из них вдруг ушла под воду. Седум. Касава убедил меня не экспериментировать с другими деталями. Но я хочу выяснить, как это могло произойти. Мне казалось, что на этой планете утонуть невозможно. Касава. Спасибо, что поставили меня в известность. Это действительно интересно. Крона создал модель паучины-гиганта здесь, в Южной обсерватории, на пустотной сфере. И выяснил, как предмет мог утонуть. Касава. Паслен, я не могу сделать вывод по проекции. Если я лично посещу обсерваторию, ты объяснишь суть. Паслен, если тебе не в тягость пробираться к Южному полюсу под землей, приходи в любое время. Тропа начинается на экваторе пустотной сферы. Седум. Паслен, тебе надо было это видеть. Мы думали, что деталь поднимается на орбиту, как обычно. А она ушла под воду. Ворд-журнал обновлен. Опять целая куча информации. И я не знаю, как ее применить. Что ж. Все, валим отсюда. Я не знаю, до конца ли мы рассмотрели этот остров. Или здесь, возможно, что-то еще есть. Лучше подлечиться заранее. И заодно давайте борд-журнал проверим. Что нового? Орбитальная зондовая пушка. И модуль запуска, и модуль отслеживания. О, елки зеленые. Хорошо, давайте читать. Обломки станции на мае на орбите пучины гиганта. От центрального помещения идет три коридора. Орбитальная зондовая пушка была создана, чтобы найти око вселенной. Она как раз таки получается сломанная, да? На мае направили в орбитальную зондовую пушку больше энергии, чем она способна выдержать. Они считали, что так вероятность обнаружить око вселенной повысится. Итак, модуль управления, где мы с вами уже были. Недавно получил запрос на запуск зондового оборудования, задействованного в проекте час пепла. Траектория запуска зонда была выбрана случайно. Зонд был запущен успешно, но пуша существенно пострадала. Оказались повреждены несколько модулей. Здесь у нас что? Один из трех модулей орбитальной зондовой пушки. Модуль запуска сильно пострадал. В иллюминаторе образовалась огромная трещина. Иллюминатор модуля запуска разбился, поэтому внутри не осталось воздуха. Один из трех модулей орбитальной зондовой пушки. Модуль отслеживания зонда получает данные с запущенного зонда. Глубина океана. Габра говорит, что в океане есть сильное течение, которое не получается преодолеть. Вот оно. Одна из деталей со строительной базы утонула, хотя на Майе считали, что это невозможно. Шпат знает, как добраться до ядра пучины гиганта. Шпат это был как раз таки в... Да, здесь, на Терновнике. Он сказал, что нужна медуза. На Майе создали орбитальную зондовую пушку на этом острове. На Майе почему-то приостановили эксперимент с орбитальной зондовой пушкой. Из нее так и не выстрелили. Если верить компьютеру, на Майе межпланетный зонд был запущен из орбитальной зондовой пушки совсем недавно. И дальше открытие океанского течения. На Майе создали модель пучины гиганта в Южной обсерватории на пустотной сфере и выяснили, как предмет может утонуть вопреки сильному течению. Окей, на Майе решили сконструировать более мощный локатор сигнала фокона на южном полюсе пустотной сферы. Под землей есть тропа, ведущая к обсерватории. Тропа начинается на экваторе пустотной сферы. Рибик говорит, что в обсерваторию нельзя попасть с поверхности. Но где-то под землей должна быть тропа. На поверхности есть дверь в обсерватории, но она сломана. Вот она. На Майе создали модель пучины гиганта. Южная обсерватория пустотной сферы. Нам нужно туда. Но для начала надо еще чуть-чуть полетать. Хорошо. Вот этот остров мы, кажется, весь уже посмотрели. Тут где-то рядом был еще один. Ага, видите? Видите вот это? Хорошо, мы сейчас туда сгоняем. Плывут не по-детски эти острова. Плывало, что я так быстро нашел этот. Я чувствую себя просто юным исследователем. Сюда Дора нужна, она бы помогла. Смотрите, что это такое. Борт-журнал обновлен. И это похоже на дверь сто пудов. И это статуя, та самая. Мастерская по изготовлению статуй. Вот где их мутят. Борт-журнал обновлен. Вот, гоу. Прикольно, если будут в реальности такие потом существовать штуки, которые позволят по стенам ходить, по потолкам. Прикиньте, как строение комнат изменится. То есть будет задействован не только пол, но еще и стена. То есть я захочу сделать, чтобы это была, допустим, гостиная, а вот там кухня. Я такой раз просто зашел на стенку и начинаю готовить. Опа. Яснотка. Сегодня буду проверять, как работают статуи памяти. Правда, Флокс сказал, что это опасно и нам приходить нельзя. А если мы не пойдем через дверь, а проберемся незаметно? Кто-нибудь хочет? Флокс сказал, что так тоже делать нельзя. Тимьян. Яснотка. Мы все хотим посмотреть на эксперимент. Но случится может что угодно. Давай, не пойдем. Может, Флокс спустит нас в следующий раз? Погодите. Нет, 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 нет. Она знает, что можно пройти как-то. Вон, смотри, внизу есть что-то. Я тоже хочу. Я тоже решил пройти. И застрял. Я застрял. Мне не нравится этот звук. Да блин. Нет. Есть. Как вовремя. О-оу. Солнышко мне совсем не нравится. Давайте, когда оно взорвется, тогда полетим на пустотную сферу, в Южную обсерваторию, да? Туда же нам. Офигеть. Они на мае уже вымерли, а технологии все еще работают. С людьми будет наоборот. Когда мы все сдохнем, технологии из-за отсутствия поддержки и ухода в итоге выйдут из строя. Окей, как же попасть нам вниз? Что за... А-а-а. Вот оно. Вот этот телепортер. Друзья, мы даже можем сейчас встать, да? И переместиться. А, нет, не можем. Флокс. Друзья, добро пожаловать на пучину гиганта. Мне не терпится показать вам статую. А-а-а. Ну да. Сюда приходили другие коллеги. Если вы не найдете меня дома, то я наверняка в мастерскую внизу под островом. Не помогает это мне. Проход в мастерскую, проход в мастерскую. Ой. Ой-ой-ой. 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 Даже не пришлось дожидаться, пока солнце взорвется. Мы сами все сделали из-за него. Давайте еще раз. Потом на пустотную сферу. Пока на пучине гиганта у нас еще есть неразрешенные задачи. У-у-у-у. Аккуратней, аккуратней. Фух. Пузиком немножко хлебнул. Так, где этот остров? Где этот остров? Ты что ли? Да, это ты. Это ты. Смотри, мы, получается, здесь, в этом городе увидели... В этом заброшенном городе увидели внизу, в полу, вот... Конечно! Спасибо, Смерч! Сейчас он должен прям одеться на нас. Тихо, 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 тихо. Тихо. Блин. Мы снизу можем попасть. Вот он! Умас. Страшно. И мы внутри. Идеально сработано, Евгений. Тихо. Все. Ху-ху-ху-ху. Офигенно. Очень круто. Как грамотно попали. Прямо как я хотел. Ой, аккуратней. Да. Мы здесь. Вот та самая дверь, через которую мы не могли пройти. А-а-а. Ха-ха-ха-ха. А, вот тот пол. Тут все предусмотрено. Абсолютно все. Любое явление в этой игре, оно помогает каким-то образом. Опа, смотрите. Флокс. Милли, пожалуйста, отойди назад, чтобы Седум оказался ближе всех к статую. Она соединится с тем, кто находится от нее на ближайшем расстоянии. Флокс. Видите, у статуи открылись глаза. Это значит, что она соединилась с Седумом. Пока Седум находится в пределах этой звездной системы, статуя будет получать все его воспоминания и задействовать их в проекте Час Пепла. Милли, это настоящее произведение искусства, Флокс. Седум. Он снова превзошел сам себя. Поскольку соединение прошло успешно, можно протестировать мой прототип хранилища памяти. Есть хранилище какое-то. Седум. Каждая статуя будет отправлять воспоминания своего Номаи в отдельное хранилище в глубинах Часа Пепла. У каждого хранилища также будет маска, связанная со статуей, которая сможет отправлять сохраненные воспоминания назад соответствующему Номаи. Давай, Борд-журнал обновлен. Ну, конечно. И наши воспоминания тоже туда отправляются. И Габра, и Шпа... Нет, Шпа... Он не смотрел в глаза статуи. Короче, Час Пепла важнее сейчас будет, мне кажется. Час Пепла. Рами. Фолкс... Флокс. Я установила маски, необходимые для проекта Час Пепла. Они прекрасны. Хотя мне и кажется, что будто за мной наблюдают. Рами. Приятно знать, что статуи ни с кем не соединятся до завершения проекта. Иначе это было бы тяжело вынести. Флокс. В теории они должны активироваться только если все пройдет успешно. Но я на всякий случай запрограммировал их так, что они сработают и при ошибке оборудования. Рами. Правда? Зачем? Если на проекте Час Пепла что-то пойдет не так, статуи и их маски предупредят нас об этом, чтобы мы могли исправить неполадку. Иначе мы рискуем никогда о ней не узнать. Рами. Я не подумал об этом. Это действительно было бы ужасно. Мы все прочитали. Давайте посмотрим. Оу. Мы уже это видели. Вон туда надо. Наверх. Можем здесь лететь? Черт, не можем. А, свыка, свыка. Смотрите, вообще не летит. И даже не прыгает. Давай еще раз. Оп. Ну, хоть так. Кстати говоря. Раз здесь такая плохая гравитация, нам бы в идеале дождаться, пока смерч снова подкинет остров наверх. Сейчас летим. Окей. Я готов. Страшно. Ооо. Что за... Давай. Скорей. Есть. Давай, давай, давай. Все, все, все. Хорош. Значит, давайте уберем. Флокс. Мне любопытно. Есть ли разница между отправкой в прошлое воспоминаний существа и самого существа? Например, если в прошлое отправлены мои воспоминания, значит... Значит ли это, что в прошлое отправлен я сам? Не физическое тело, но моя сущность? Полагаю, это не одно и то же. Сидум отвечает. Касава. Разве эти события не одинаковы по своей сути? Не, не одинаковы. А если время будет перезаписано? Полагаю, это же не получится назвать получением воспоминаний из будущего. Но разве результат не будет идентичным? Блин, это прикольно. Все, у меня мало кислорода. Здесь сильная гравитация, а я боюсь погибнуть. Лучше, наверное, прыгнуть в воду. Нам нужно на час пепла. Давайте, короче, не будем дожидаться ничего. Пока все рухнет, грохнет. Мы здесь все посмотрели на этом острове. Просто выныриваем теперь. И направляемся на час пепла. Ох, солнце взорвется, и мы будем просто в первом ряду. Тихо, 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 аккуратненько. Ага. Между ними есть какой-то проход в виде водяного столба. Тихо, куда ж ты меня? Это песок. Это песок. Кажется. Давайте. Режим, режим поцельки. Ой, не нравится мне это. Ой, не нравится мне это. Пок-пок-пок-пок-пок. Стоп. А, 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 а. Перевернулись. Сейчас. Есть. Все? Встал? Да, думаю, нормально. Не, давайте почитаем все-таки, что насчет часа... Часа пепла. Сейчас смотрим. Проект час пепла. Для центрального зала в ядре часа пепла была создана невероятно толстая обшивка. Все воспоминания, записанные за статуей Номая, передаются в соответствующие хранилища на часе пепла. Вот шахты Номаи. Номаи добывали здесь руду, чтобы создать обшивку, которая защитит зал в ядре часа пепла. Когда обшивка была готова, Номаи убедились, что в ней нет отверстий и трещин. Окей. Каждая статуя Номаи должна была соединиться с кем-то одним, записывать воспоминания и отправлять их в хранилище в рамках проекта час пепла. У каждого хранилища в проекте час пепла была маска, связанная со статуей, которая могла отправлять сохраненные воспоминания назад к соответствующему Номае. Статуи должны были активироваться только при успешном завершении проекта час пепла или в случае провала. Должно быть, на этом острове Номаи создавали такие статуи. Так, это хорошо, это тот остров, на котором мы уже были. Время, время очень мало. Гоу. Блин. Ладно, давайте просто будем идти. О, какая здесь гравитация! Ёлки зелёные! Что это? Дверь закрытая с той стороны. О-о-о! Стой, 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 стой! Давай, идеальников в дырочку нет. Ммм, там что-то, видите, даже какие-то огоньки светятся. Не хочу, не хочу в эту бурю. Хочу в то место. Полетели! Аккуратней, аккуратней. Давай, ну давай лети! Не хватает, не хватает. И прыжок! О-о-о, хорош! А это что значит? Это, видимо, солнечные панели, которые энергию генерируют, необходимую для этого... О-о-о-о! Что? И зачем мы тут? Ай, мой кораблик! Мой кораблик оказался на соседней планете. Как здорово! Окей, куда он мне нужен? Вот ту сторону попробуем. Тихо, тихо. Идеальненько, Евгений. Спасибо, Евгений. Опять ты. Это мы просто пролетим мимо. Фу-фу-фу-фу-фу. А, полUNDарод песка. Итак. Мы не можем сюда поп... А, мы этого еще не видели. Вот сюда. О, неожиданно и приятно. Проход открыт. Окей. Здесь мы пока ничего не можем сделать. Здесь у нас ничего нету. Хм. Здесь ничего нету. Ладно, пойдемте в другую сторону. Ага. Я понимаю, вот этот мост, он через всю планету идет. Смотрите, вниз можно попасть. О, да. Идем куда-то вниз. Куда мне несет? Что происходит? Стой, 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 стой. Все, окей. Все в порядке. Шалфей, Миле, принимай первую поставку. Гиперядро прямо из кузницы черной дыра. Росток прямо сейчас устанавливает сестринское ядро на пустотной сфере. Миле, спасибо, Шалфей. Теперь мы начнем проект Час Пепла. Должен признать, мне интересно, что вы с Лакой обнаружили на станции Белая Дыра. Можно ли мне навестить вас там? Это было бы очень хорошо. Станция Белая Дыра является собой модель для башен проекта Час Пепла. А потому тебе было бы вдвойне интересно посмотреть на ее. Честно говоря, я бы хотел, чтобы станция Белая Дыра показала мне именно ты, Шалфей. Ага. Лака. Миле, перестань использовать эту стену для флирта с моей сестрой. Намеки доходят до нее хуже, чем свет на дно океана. И идти уже к ней на станцию Белая Дыра. Шалфей, я буду рада рассказать тебе обо всех наших открытиях. Шалфей, я бы посидела тут, пока ты не вернешься. Но кузница и моя работа не ждет. Я скоро вернусь с новыми материалами. Опять ничего не понимаю. Ладно, давайте пойдем в ту сторону теперь, что ли. Ой-ой, меня подхватило. Ой-ой-ой-ой. Вот мы здесь еще, кстати, не были. Вот тут. Это костюмы на мае. И в них даже скелет не сохранился, походу. Тут абсолютно ничего нету. Ой, мы в буре, да? Тихо, тихо, тихо. Вот сюда еще можно попасть. Смотрим. Миле, я давно не разговаривал с тобой, это Волга. Как продвигается ваша с вереском работа над проектом солнечной станции? Я предполагаю, что наш проект ждет или взрывной успеха, или взрывной крах. Намек на взрыв. Вереск, та Волга, ты же знаешь, что я не люблю твои шутки. Надо же. А Раме лопалось от смеха. К слову, я вроде не приглашал тебя к участию в разговоре, Вереск. Не понимаю, какое отношение к делу имеет давление внутри Раме. К слову, я вроде не голосовал за создание солнечной станции. Но это и не повлияло на результат. Миле, предположение. Вам обоим будет полезно провести некоторое время вдали от нее. Та Волга. Мне не терпится проверить твое предположение, Миле. Так, Вереск. Хоть в чем-то мы согласны. Значит, смотрите, мы здесь пройти... А, мы не можем как раз-таки вот здесь пройти. Ладно, давайте рискнем. Все равно скоро умирать. Тихо. Черт, больно. Жопка, жопка больно. А, жопка. Нет. Так мы там даже и не смогли бы пройти. Там некуда? Или нет, там есть куда. Что произошло с планетой Час Пепла? Почему я ничего не вижу? Где все здания? Где этот мост? Он только сейчас начал забирать весь песок отсюда. И он должен типа сейчас убавиться. Давайте посмотрим. Еще разок. В недрах Часа Пепла находится то самое хранилище. Опа. Кузница, Черная Дыра, станция. Что? Солнечная станция. Вот башня, Час Пепла. На экваторе Час Пепла стоит несколько больших башен на Мае. Станция Белая Дыра служила образцом при строительстве башен для проекта Час Пепла. На Мае создавали гиперядра в Кузнице, Черная Дыра и доставляли их на Час Пепла. И на Мае построили так называемую Солнечную станцию, хотя некоторые из них были против. Короче, где-то в центре, в ядре получается Часа Пепла, как я понимаю, есть хранилище воспоминаний на Мае. И значит, судя по всему, нам надо просто дождаться, пока планета чуть станет более, не знаю, больше песка уйдет. Знаете, что я думаю? Давайте пока мы ждем, посмотрим вот здесь, что происходит на Часе Угля. О, это прям каньончик. Да, видите, тут еще одна такая пушка есть. Не знаю, как она называется, гравитационная пушка. А, и вот эту фигню я тоже уже видел. Так, стопе, 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 стопе. Это компас. А, это компас. Не знаю. Видите? А, он следит за каждой из планет. Здесь какая-то надпись. Амела. У этой планеты иногда, именно иногда, есть Луна. Дополнительное примечание. Она пропадает, когда на нее никто не смотрит. Это поразительная характеристика для небесного тела. Я впервые вижу природный спутник, который может исчезнуть, если на него не смотреть. Следует его изучить. Даже не так. Его следует посетить. Я согласен. Прежде всего, нужно найти возможность отслеживать эту фантомную Луну, чтобы знать, куда лететь. Учитывая, что она не двигается, когда за ней наблюдают, к ней можно применить законы макроскопической квантовой механики. Это как, как, как? Амела. Я нашел твою запись и хочу сказать, что поведение Луны поразило меня не меньше, чем тебя. Что происходит, когда она исчезает? Едва ли она перестает существовать. Она перемещается в другое место? Полагаю, что да. Луна появляется не только на орбите пустотной сферы. Иногда ее видно с камелька. Ну скажите мне, как попасть на нее? Окей, давайте в эту сторону. Ой, так непривычно. Здесь прям жесть, как работает. Лагерь! Здесь гравитация сильно работает. Кремень. Исследовательские заметки. Очевидно, на Майе проводили тут астрономические наблюдения. Они выбрали отличное место. Интересно, для чего нужна эта крутящаяся штука? Зачем наблюдали на Майе? Оранжевый символ на устройстве, несомненно, имеет какое-то значение. Жаль, что Гал со своим новым автопереводчиком сейчас не рядом. Так, а сжечь костер. Не знаю, давайте пожарим маршмеллоу. Почему бы и нет? Вкусно, 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 вкусно. Ой! Подобрать. Да, 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 свиток. Сейчас какой-нибудь его воткнем. Куда тебя воткнуть? Мы можем сюда его воткнуть. Уже занято. Мы сейчас вытащим тебя. Оно пошел отсюда. Локатор квантовой луны действует. Мы отметили все точки, через которые она проходит. Оно на... Шип! И я видела квантовую луну еще и на орбите черного терновника. Я добавил отметку для черного терновника. Мне казалось, что локатор определил все местоположения фантомной луны. Очевидно, иногда даже локатор оказывается бессилен. Возможно, с ним что-то не так? Не исключено, что в этой звездной системе существует еще и шестая тачка. Точка, точнее. Через которую проходит фантомная луна. Твоей зоркости можно только позавидовать. Получается, луна проходит через пять точек, а не через четыре. Я не понимаю. А! Вижу. Вижу. Вон проходик. Есть там такой тоннель. Такой потайной и хитро спрятанный. Сейчас мы с ним пообщаемся. Стоп. В какую сторону? Давайте сюда. Ооо. Эх, стоп. Смотрим. Какой-то чат. Анона. Нам нужен отчет о работе систем. Но прежде самое важное. Все ли целы? Пассажиры нашей спасательной капсулы испуганы, но невредимы. Анона. Это уже радостно. Большое спасибо. Шип, ты засек сигналы других спасательных капсул? Источники сигналов находятся в этой звездной системе. Однако ни одна из других спасательных капсул не приземлилась на этой планете. Окей. Это спасательная капсула. Да, вот. Журнал полета. Спасательная капсула 2. Звездолет. Смертельно ранен. Задействован аварийный режим. Ожидается отправление со звездолета. Запах спасательной капсулы 3. Запах спасательной капсулы 2. И тревога. Аварийная посадка. Подготовка к столкновению. Сканирование окружающей среды. Сканирование завершено. Температура снаружи слишком высока. Вердикт. Условия неблагоприятные. Воздержитесь от поисков укрытия на поверхности планеты. Понятно. Все находится не на планете, а вот в другом месте. Смотрите, тут еще есть журнал. Амела. Под поверхностью не так сильно чувствуется жар солнца. Амела. Когда наша спасательная капсула упала в недра этой планеты, мы оказались в пещерах, где воздух не так горяч. Я хотела бы сделать здесь постоянное убежище. А Нона. Но тут же настоящий лабиринт. Несмотря на это, здесь у нас больше шансов выжить. Мы разделимся на группы и попробуем найти в пещерах место для стоянки. Можно оставлять на стенах отметины, чтобы не потеряться. Будьте осторожны, друзья. И следите за уровнем песка. Он со временем поднимается. Знаете, что я думал? Я думал о такой вещи, и это на самом деле очень удручало меня. Короче, люди активно ищут инопланетную жизнь на других планетах. Точнее, хотели бы найти очень. Ну и пытаются это сделать. Вот. И с одной стороны, ты думаешь, мы ищем другой разум других существ, чтобы понять, что мы не одни во вселенной. Но, с другой стороны, когда мы найдем кого-то, вот если мы найдем реально таких же, как мы, то мы всего лишь поймем, что у нас просто есть сосед, который так же вот в этой фигне. И мы теперь не то, что там одни во вселенной, а мы одни во вселенной вместе с этим новым, условно, соседом. В такой же, знаете, в таких же непонятках. Это как, знаете, когда тебя в тюрьму сажают, в клетку, и ты просто видишь, что там у тебя есть еще один сосед по камере. То есть толку ноль, да-да, чуть-чуть поприятнее просто время проводить. Если, конечно, он до тебя не намагается. Жутко даже становится. Просто найти еще одного беднягу, которого просто судьба выкинула в этот мир. Типа, мол, ну не знаю, разбирайся как хочешь. Я вообще здесь ни при чем. Я просто изрыгнула из небытия. Не благодари. Амела. Мы нашли в конце этого прохода огромную пещеру, которая отвечает всем нашим требованиям. Полагаю, в ней можно создать постоянное укрытие. Мне нравятся пещеры, которые нашла Амела. Может ли кто-то из вас ставить путеводные отметки для остальных? Здесь начинается путь к убежищу. Я оставил для вас указатели. Примечание. Следует поспешить, потому что тоннель заполняется песком. Постарайтесь не увязнуть и помогайте друг другу. Вон еще. Ой, тут целая куча. Тут целая куча чата. Аварийный люк. С ума. Скорее, друзья. В конце этого тоннеля ничего интересного. Только камни. Ой, а куда еще слово? Камни? Конечно, тоже бывают интересными. Но они могут подождать. Не идите до конца этого тоннеля. Мы с Калеусом изучим кроющийся в нем ужас позже. Если, конечно, доживем кроющийся ужас. Все, я заинтригован. Продано. Я иду. Не пытайтесь меня напугать. Что это? Нет! И здесь? И вы тоже тут живете? Жуть! Итак, Анона. Примечание. Этот ход ведет к скоплению воздуха, пригодного для дыхания. Там можно восполнить запасы. Неизвестно, как далеко и глубоко идут туннели. Но не следует задерживаться, поскольку тут туда проникает жар от местного солнца. Окей, гоу. Нам нужно восполнить кислород как раз таки. Надеюсь, там еще можно будет заодно и топливо восполнить. Абелиссимо! Пополните запасы воздуха и скорее возвращайтесь. Ну, да, вряд ли мы топливо здесь можем пополнить. Ибо у нас же нету... Здесь никого не было, кроме меня. Я первый из наших. Из камельчан. О, смотрите, что я заметил. Оказывается, здесь пол поднимается. А, нет. О, нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, кранты всем туннелям. Как быстро начало подниматься. Валим отсюда. Ладно, давайте попробуем найти эту гравипушку здесь. О-о-о-о! Надо успевать все делать здесь. Я понял. Это в следующий раз. Как только... Как только мы респаунимся, надо сразу будет лететь в эту сторону. Пока планета еще не наполнилась песком. Тогда... Где второй? Где вторая планета? Вот она. Смотрите, на нее она уже просто вся... Вообще ничего не осталось. Я думаю, ничего страшного, если мы корабль вот эту и оставим здесь. Нам уже ни к чему. Но все равно... Все равно сейчас... Вы сами знаете, что будет. Я куда-то иду. Я не понимаю, куда иду. А здесь мы были? Это что такое? Это... Это же не мой корабль даже. Это же не мой корабль. Или, блядь, нет, это мой корабль. Какого фига он там делает? Как он там оказался? Полетели отсюда. По-моему, солнце стало что-то совсем... Как-то очень толстеньким, да? О, смотрите, хоп. Открываем. Здесь мы пополняем... Ой, его. Где я? Мы на камельке. Пак. Не, погоди, сейчас я еще раз... Во! Черт, не трогай меня, буря! Смотрите, какое место. Тебя я вообще не видел. Тормозить. Куда? Есть. Новый свиток. Сейчас где-нибудь прочитаем. Вот где. Итак, Та Волга. Дорогие друзья из висячего города. Мы работаем над проектом Час Пепла в высокоэнергетической лаборатории на экваторе Час Угля. Я потерялся на Час Угля, хотя высокоэнергетическую лабораторию легко найти по большим солнечным панелям. Спасибо, Райме, что помогла выбраться. Не знаю, как так получилось. Полагаю, послён, несмотря на сообразительность, регулярно терял бы даже свою голову, если бы она не крепилась к телу. Так, это... Короче, получается, есть лаборатория на Час... Ой, ё-моё, ё-моё, как это стрёмно. Надо продолжать. Вон та лаборатория высокоэнергетическая. Да, вижу. Ой, кораблик там. Я себя чувствую как будто в Интерстеллар. Вот эти масштабы огромные. А, нет! Да, блин. Где я? Мы где? Пустотная сфера? У-у-у. Необычно. А-а-а-а-а-а-а-а! Нет! Всё, солнце взорвалось! Как неожиданно, я просто оказался вообще непонятной где Опять лаборатория белая дыра Ладно, давайте посмотрим, как Как красиво мы сейчас примем смерть Вот какая игра странная, да, выглядит Вроде прогресса нет, но есть очень много исследования И каждый раз мы что-то новое видим Да, я думаю, на этом с вами закончим У нас много должно устаканиться в голове Надо определиться, что мы будем делать дальше Потому что я не могу Столько всего, все отвлекает Очень много отвлекающих факторов И в итоге много ничего Но все равно у нас много чего в голове отложится И отложилось уже И значит, что в следующий раз нам будет легче связывать одно с другим Увидимся в следующей серии этой игры Или любой другой игры, которую я сделала С вами был Юджин Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал Вступайте во все мои соцсети Они будут в описании под видео И также там будут другие прохождения других игр Которые я когда-либо проходил за всю свою жизнь Кстати говоря, рекомендую Лично я рекомендую Все, кто меня впервые смотрит Посмотреть прохождение Принцип Талоса The Witness Обзу И античембер Да, античембер Вот они вот в таких В таком ключе Это если следуешь Что-то странное, прикольное происходит Это такое Что происходит? Ну, мне нравится Как-то так Огромное всем еще раз спасибо Всем ушки Спасибо ушки С вами был Юджин И всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok